Ну, тут вот тоже вы пишите, судьи в России, это канцелярские работники судов, ну, конечно, работники судов, конечно, в определенном смысле канцелярские, но вы имеете в виду, что есть помощник, секретарей, да. Люди, не имеющие реального опыта судебную работу. Ну, я бы так не ставил вопрос, так грубо, на самом деле. Нет. Во-первых, судеб гражданского процесса, мы относимся к системе романно-германской, то есть континентальной системы права и так далее. Практически везде, будь то Франция, Европа, Германия, Италия, там, Швеция, там, еще что-то, еще что-то, это все примерно альтернативизовано так же, как и у нас. Судьи – это фактически специальные подготовленные люди, как они там готовятся, это другой вопрос, да, но они всегда были судьями или работали в судах. Это только в Америке, процентов 60 или 70, это бывшие адвокаты, это даже, может быть, большинство бывших адвокатов. Например, судья сразу же из прокуратуры вряд ли возможен, то есть он обязательно пройдет через адвокатуру. Да, у них вот так, потому что, естественно, члены одной профессии. А у нас так. Как там готовятся в Европе судьи, я не могу сказать, не исследовал этот вопрос. Но, в принципе, они все выросли в судебной системе. У нас, грубо говоря, подготовка проходит своего рода такой, знаете, в ремесленнической мастерской. То есть мастер учит ученика, как накладывать краски, как мешать краске. Он ему подает эти краски мастеру, мешает эти краски, чистит кисти, натягивает холсты. Вот это примерно то же самое. Наши помощники – секретари судов. А потом они становятся мастерами, когда достигают уровня мастера, то есть судьи. Какой уровень мастера – это уже другой вопрос. Но они зреют именно в этой среде. Более того, они приобретают, в них проникает корпоративная структура. Потому что судебная власть, организация, прежде всего, – это корпоративная структура, корпоративная организация. У них своя этика, у них своя культура. Кстати, вот, например, если не ошибаюсь, институт правоведения из Ленинграда, что-то в этом духе. Кстати говоря, по-моему, объявлено иноагентом. В одном из докладов высказал такую интересную мысль, на мой взгляд, справедливую, что, ну, так если грубо, да, то то, что вам кажется хамством и грубостью с точки зрения обыденной жизни, в процессе это хамство и грубость так не рассматриваются судьей. То есть если вы думаете, что судья вам хамит, то судья даже об этом не догадываются, что он хамит. Так у них принято, понимаете? Это норма. Очень опасная, конечно, вещь, но это уже другой разговор. Так что реально опыт у них есть, да.